Привет, YouTube. Чуть больше пяти лет назад я загрузил на канал вот этот ролик, в котором демонстрировалась итоговая картинка с веб-камеры Logitech C920 после её ручной настройки. Записывал я этот ролик для своей тогдашней аудитории размером аж в 500 человек, чтобы показать им, что C920 способна выдавать более-менее приемлемую картинку, так как изначально во время анбоксинга я использовал автонастройку камеры, и изображение было, мягко говоря, дерьмовым. После анбокса я показал качество камеры и надеялся, что оно сразу магическим образом будет идеально настроено. Да, даже после той настройки она выглядит так себе. Но не об этом я с вами сегодня хотел поговорить. Дело в том, что в течение всех пяти лет с момента выхода видео, а особенно в последнее время, я получал довольно-таки большое количество довольно негативных комментариев, связанных с тем, что я не показал настройки камеры, которую я использовал в том ролике. Давайте еще раз посмотрим, как этот ролик назывался. У меня только два вопроса. Почему эти люди рассчитывали найти настройку камеры в этом ролике, и почему, черт побери, они вообще искали настройки для камеры? Устройство, которое настраивается в зависимости от освещенности помещения и предпочтений пользователя. То есть в индивидуальном порядке. Вот и я не знаю. Но из этого можно сделать вывод, что люди по сей день ищут способ настроить свою C920. И почему бы им в этом не помочь? Как минимум, меньше негативных комментов буду получать. Это уже плюс. Поэтому я покопался в своей барахолке и отыскал свою любимую старую C920. Сколько ж с ней было связано. Давайте ее подключим, и я покажу, как ее можно настроить. Поехали. Итак, подключаем камеру к компу, и сразу же видим, что программное обеспечение для Logitech автоматически установилось и скачалось, при условии, что у вас имеется интернет. Чтобы все это дело заработало, необходимо перезагрузиться, что мы с вами сейчас и сделаем. После перезагрузки при желании можно зайти в этот, собственно, официальный софт. Но делать это я вам советую только в том случае, если вы пытаетесь как-то настроить камеру для скайпа. В ином-другом случае закрываем нахрен софт и переходим в OBS. Сразу поясню. У вас не получится настроить камеру так же, как у меня. Потому что у вас нет огромного софтбокса, который светит вам прямо в лицо. В лучшем случае вы сидите напротив окна, и у вас естественный солнечный свет дает освещение на вас, на ваше лицо. В худшем случае вы сидите напротив стены, сзади вас яркая лампа, и в таком случае вам понадобится что-то вроде вот этого. Хотя бы. Но оно будет выжигать глаза, сразу предупреждаю. Лучше даже две такие. На минимальной мощности LED лампы очень даже неплохо освещают лицо. В нашей с вами любимой OBS-очке добавляем новое устройство захвата видео. И выбираем, естественно, нашу HD Pro Webcam C920. Видим вот эту срань и быстро меняем все на пользовательские настройки. Ну вот, так уже лучше. В моем случае я ищу изображение зеркалю. Уже неплохо, но все еще так себе. Все это дело решается довольно-таки просто. Заходим обратно в свойства камеры и жмем настройку видео. Здесь в первую очередь отключаем все автоматическое. Жмем применить. После этого, как ни странно, жмем кнопочку по умолчанию. И получаем вот такой вот результат. Да, темно. Но само изображение стало намного лучше. Посудите сами. Но это все еще слишком темно. Поэтому продолжаем настраивать камеру. Для начала бахнем усиление. В моем случае вот столько. Более чем достаточно. Опять же, благодаря софтбоксу, которого у вас, скорее всего, не будет. В вашем случае усиление, скорее всего, придется чутка прибавить. Помимо этого, я вижу, что нам не хватает контраста. Чуть-чуть его накинем. Самую-самую малость. Выставим частоту мерцания на 50 Гц. Кстати, это не сильно помогает, как ни странно. Хотя и должно. Но не важно. Здесь можно поиграться с выдержкой. Если ее чутка добавить, получим более яркую картинку. Но, как вы видите, сразу пропала частота кадров. Камера пошла в 20 фпс примерно. Так что лучше это не трогать. Лучше поиграйтесь с усилением. Проблема в том, что усиление, как видите, дает мерцание. Но, как по мне, лучше чуть пусть мерцает, чем будет хреновое изображение. В принципе, вот так вот уже получше можно добавить яркости. Чуть-чуть и чуть-чуть контраста. Главное, не переусердствуйте. Помимо этого, можно накинуть еще четкости. Немного. Потому что резкость лучше увеличить непосредственно при помощи фильтров в ОБС. В принципе, все. Чутка добавим насыщенности. Но это уже намного лучше. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Можно съем... А что съемка против света дает? О-о-о. Как приятно. Давай-ка вырубим съемку против света и еще увеличим насыщенность. Ну вот. Уже совсем другое дело. Хотел сказать, что это почти неотличимо от моей Sony, но... Да. Разница есть определенная. Но это уже достойно. Это уже приемлемо. С этим уже можно работать. При желании можно еще поковыряться в фильтрах. Заходим в цвет коррекцию. И смотрим, что здесь можно намутить. Например, 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 например. Чутка увеличить гамму. Чутка увеличить контраст, чтобы черное стало черным. Самую-самую малость. Так. При желании можно еще бахнуть насыщенности. Главное, не перестарайтесь. Но я, пожалуй, оставлю все вот так. Ну и сдвиг оттенка можно чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Наверное, где-то на единичку. На единичку будет самое то. Вот. Уже неплохо. Теперь добавляем резкости. Ее тоже много не добавляйте. А то получится вот такая срань. Вам это не надо. Ну, я думаю, десяти хватит. Даже, даже, даже не надо. Даже восьми. Вот такой вот результат у нас получился. Сейчас я это все постараюсь немножко кадрировать. И покажу вам итоговый результат, который, собственно, будет при записи видео. Что ж, в итоге у вас должно получиться что-то в этом духе. Конечно, очень многое зависит от освещения в вашей комнате. Особенно от того освещения, которое непосредственно светит на вас. В моем случае, как я уже говорил, это софтбокс, который очень сильно меня освещает. Но обычные настольные лампы, в принципе, тоже сгодятся. Единственный минус, они будут выжигать вам глаза. Лучше тогда поставить их несколько штук. Поставить на минимальную яркость. И тогда еще с горем пополам можно будет добиться подобных результатов. Ну, если, опять же, для вас это прям важно, и вы не хотите покупать дорогую камеру, хотите обойтись вебкой, но хотите нормальное освещение, купите софтбокс. Он недорогой. Какой-нибудь китайский вполне сойдет, как у меня. Вот. Надеюсь, вот это видео вам оказалось полезным. Если так, то поставьте чертов лайк. Ну, не жлобитесь. Я старался, между прочим. Хотя, после всего дерьма, которое мне писали в комментах, мог бы и не стараться. Я вроде и не обещал показать, как это настраивается, но все же показал. Пользуйтесь на здоровье. Развивайтесь. Учитесь. Ну, и обновляйте свое оборудование. Все-таки 920-я, хоть и замечательная камера, но пипец уже устаревшая. Даже самая простая зеркалка намного лучше будет справляться с своей задачей сегодня, чем, в принципе, любая вебка на рынке. Такие дела. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok